Есть те, кто обещаниями кормит, есть те, кто любит плакать и кричать, а есть мужчина, что все время в форме, за Родину привыкший отвечать, который этой жизни знает цену, где нет ни отпусков, ни выходных, живущих в перекрестии и прицелах, своих проблем и трудностей своих. Он за штурвалом в каждом самолете, он честь названия не привык менять, есть у него единственный наркотик, все время быть на линии огня, в котором осколки били града и неудачи корчили рага, которого любимая награда по-своему победе достигать. Я знаю, будет все, ребята, в норме, и выживет российская земля, пока мужчины, что все время в форме, штурвал же мы от нашего руля. Дорогие друзья, душа человеческая – это главная составляющая его бытия. Мы помним примеры, когда человек пробитый пулей несколько раз добегал, выполнял боевую задачу, а потом умер. Летчики, которых убивали в воздухе, продолжали держать штурвал, пока их лил, без хвоста не садился, не касался дутиками травяного покрытия, а дальше самолет катился сам, а человек умирал, сидя в кабине. Он выполнил боевую задачу и ушел. И душа русского человека, советского человека, продолжает жить благодаря стихам и музыке, благодаря тому, что главная составляющая нашей с вами жизни, которую завоевали наши родители и отстояли наши деды, это наш язык, это наша великая русская культура, продолжает жить. И сегодня в этом замечательном месте, намоленном русской военной культурой месте, мы с вашей помощью проводим нашу традиционную встречу с великим русским военным поэтом Игорем Николаевичем Морозовым. Дорогие друзья, иди сюда, пожалуйста, вот, стой рядом, вот сюда, пожалуйста. Никто не запихай, спокойно. Я говорю то, что есть. Кто за то, что я сказал, я стал чистую правду, да? Никто. Я ничего не говорю, ничего этого, понимаете? Есть великие, молчи, есть великие хоккеисты, есть великие футболисты, есть порнозвезды, да? Дай Бог им здоровья. А есть наши, наши. И мы должны наши поддерживать, а все остальное, как получится. Еще один момент, который сегодня происходит. Мы хотим с Игорем Николаевичем попросить выйти сюда человека, который душу свою кладет за труди, за отечество наше, и который принадлежит к лучшему отряду советских, российских воинов. Это воздушно-десантные войска, Павел Яковлевич Поповский. Ничего не говорим сейчас. Сейчас. Есть люди, которые ждут покойниками на всех похоронах, это я. Дорогие друзья, мы хотим вас сейчас поздравить, самое главное, начало, да, должно быть красивое начало. Значит, я от имени вот этих достойных людей хочу вас всех поздравить с Днем Советской Армии и Военно-Морского Флота. Я хочу вас всех поздравить с прекрасным праздником, который наконец-то материализовался 15 февраля этого года, да, который все праздновали, но праздновали как бы, да, в своем сараде. Вот. Я хочу вас поздравить с Днем, он официально называется День Поминовения Войнов-Интернационалистов. Вот. А неофициально он называется День Вывода, День Вывода, аплодисменты. Ну, а теперь еще один момент, который мы хотим вам сейчас озвучить, это то, что вот благодаря стараниями Павла Яковлевича и его боевых товарищей, значит, еще один, я командовал подразделением, в котором не было ни одного десантника, и вот наконец появился один десантник у меня в подразделении. И мое подразделение стало сразу занимать первые места по физу, хотя там все походят, хотя сейчас стали все потягиваться и бегать. И наша часть, которая тоже не блистала никогда, стала вдруг, заняла первое место в нашем замечательном главе, потому что там пришел нормальный годовышный капитан. Он такой спокойный, он ничего не делает, он не бегает, не прыгает, он ходит, ходит. Но все стало сразу быстрее вертеться, и я понял, какая это страшная машина, когда таких капитанов много, а когда еще есть майоры и полковники, это вообще страшный дел. Так вот, дорогие друзья, значит, усилиями Павла Яковлевича вы присутствуете сегодня на эпохальном событии. Вот как большевики, до них сначала было 300 человек, никто про них не знал. А потом раз и все, и вся страна стала под этой дудку плясать. И я думаю, что если следовы так случиться, то тоже будет неплохо. АПЛОДИСМЕНТЫ Нам не надо никакой партизации, нам не нужны вот эти дурацкие стрельбы, эти призывы к переворотам, это все не для нас. У нас все нормально. Но мы сделаем, я думаю. Павел Яковлевич придумал замечательную вещь. Фестиваль народного творчества, я термины перепутаю сейчас, воздушно-десантных войск за Россию, десант и спецназ. Всероссийский фестиваль, который начался в декабре прошлого года. Ну, сами понимаете, административное время на организацию и все такое. Вот. И у нас сегодня с вами открытие и первый «Ласточка». А теперь слово Павла Яковлевичу поползти. Дорогие друзья, действительно, фестиваль мы задумывали давно. И планировали его открытие сделать именно в Москве. Уже были готовы у нас концертные площадки, снятые в Тюмени и во Пскове. Но, к сожалению, все это время выпало на такие эпохальные или экстремальные события, как выборы. Вот. И чтобы не возбуждать обстановку, не участвовать в этом, ну, я бы не сказал, что грязно, но в этом бардачном деле, мы решили оттянуть все наши региональные фестивали на время после выборов. Но время-то идет, время идет, и время все меньше и меньше остается. У нас уже не полгода остается, все у нас всего до... Полгода остается и даже меньше до 2 августа. А 2 августа на Васильевском впуске мы планируем по результатам региональных фестивалей сделать большой галоконцерт. Но это обычный наш праздник, день ВДВ. И мы так или иначе каждый год проводим на Васильевском впуске большие концерты. Я Вас всех приглашаю туда. А если кто-то окажется еще и на региональном фестивале, которое так или иначе все равно будет проходить вот в эти короткие времена, сейчас уже запланировано в Чите, там же в Тюмени, Михаил Михайлович любезно взялся... Два концерта. Два концерта сделать в Кисловодске. То есть процесс этот пошел. И Вы знаете, я хотел бы сделать одно такое... Да, и кроме всего прочего, на галоконцерте, фестивале, который мы проводим, в этом году будем второй раз проводить награждение премии и общественное признание, у нас 6 номинаций. В этом году, вернее оставить, не в этом, в прошлом году по 5 номинациям вручили. За службу Родине ВДВ, в области литературы и искусства, в области военно-патриотического воспитания, ну и в ряде других. Их единственное у нас не осталось... Мы вручили 5 премий. Шестую некому было присудить. Ни один из журналистов не написал ничего хорошего за прошлый год и в Восточных войсках. Поэтому эту премию не вручили никому. Надеюсь, в этом мы, думаю, кого-нибудь найдем все-таки. И вручим все 6 премий. Вот то, что у нас, скажем так, замысел такой, поэтому мы сегодня, я еще раз повторяю, учитывая вот эти вот страсти, которые наглядались в период выборов, мы решили просто в спокойной, камерной, может быть, интимной установке вот этот концерт «Вещерная батарея» разведка анонсировать как старт Всероссийского фестиваля «За Россию и десанты спецназа». Вот это вот... Еще одна маленькая ремарка. Вы знаете, война – это такое состояние, я не имею в виду обстановка боевая или еще что-то, но эта обстановка накладывает именно в состояние души, что в человеке просыпаются те таланты, о которых он порой и не подозревает. Появляются таланты... Вот Игорь Николаевич свой талант ведет, и Михаил говорит, свой талант ведет именно с той напряженной боевой обстановки. И Бог его знает, как это получается, ведет действительно Господь Бог. Очень много людей, в которых проснулся поэтически, да, именно во время войны. Вот это как бы... Я вам скажу, не только война, видимо, и тюрьма тоже. Я талантами обделен и никакими талантами не обладаю, к несчастью. Но сделал одно интересное, одно открытие сделал. Вот я не очень здоровый человек, я имею в виду так физически и состояние здоровья. Но до войны, до войны и до тюрьмы, как говорится, болезни всякие, болячки догоняли, то чихал, то где-то еще что-то. После этого, 10 лет, за 10 лет, знаешь, Игорь Николаевич, ни разу ни одного дня не пропустил по болезням. Я не приглашаю всех к тюрьму. Я скажу, организм у каждого человека, видимо, по-разному реагирует. Просто вручается, у кого-то защитные силы, у кого-то талант. Вот. И я не приглашаю всех на войну, но прошу понять тех людей, которые прошли, прошли эти суровые испытания и вышли из них с честью. Вот как мои боевые друзья, которыми мы сегодня открываем вот этот наш замечательный фестиваль. Я, конечно, слухаю, говорил я очень много. Человек от несгибаемой воли, и когда требуется жарить на дороге железного. Ну, в общем, я к чему? Резюмирую. Как сказал Павел Якович, голосуй, не голосуй, все равно фестиваль убыть. Вот человек сказал, человек это сделает. Всех приглашаем туда, надеюсь, вкушать не придется. Теперь те, кто с детарами, выходите сюда. Кто ты сидишь, иди сюда. Ты руками не нашли, иди сюда. Да, мы уходим. Давай, давай. Так, значит, сами понимаете, ответственный момент. Кто не поет, тот Филипп Перфор. Расплескалась синева, расплескалась, Разбелась своим заманчивым светом. Даже в сердце синева затерялась, Разбелась своим заманчивым светом. Затюрали мы, как дом, шум мотора. Синева лежит на крыльях, как краска. Ты не бойся, синевы не угодишь, Это сказочная мы, а не сказка. Ты не бойся, синевы не угодишь, Это сказочная мы, а не сказка. Помню, в детстве таковра самолета Неизвестные открыли маршруты. А теперь нашлась нам в небе заработа Синевою наполнять парашюты. А теперь нашлась нам в небе заработа Синевою наполнять парашюты. Расплескалась синева, расплескалась, По ветрицам развелась, а погода Я хочу, чтоб наша жизнь продолжалась По суровым, по лесам и законам. Я хочу, чтоб наша жизнь продолжалась По гвардейским, по лесам и законам. Синева! АПЛОДИСМЕНТЫ Моя камуфляжная форма, кудрявый подарок судьбы Низкой поверхностью спутов и розовых и голубых щебеток На веточках птички, не знавшие вкуса с очка и палец, Ласкает привычно изгиб спускового крючка. Словами, сейчас невозможно приличную правду сыскать. И лучше ли без молодежи в воздушно-десантных войсках, Кто хочет не плакать в сортире, а так как положено жить, Тем местом в спортзале и в кире, чтоб в армии можно служить. Я хочу начать наш концерт с песни, которая была написана под впечатлением Различных экстремальных людей, которые говорят, что они экстремалы. Вот я, значит, ты говоришь, кто? Я райтер, а где я катаюсь? А где ты катаешь? А я катаюсь в Москве. Ну, песня так и называется, экстремал. Обычно экстремалы называют каких-то людей специально одетых, Которые ездят по машинам вверх, за ногами, Которые ходят в этих штанах с мотнёй ниже колена. У них там проголотые уши, носы. Это один из силов невозможно. А я думаю, что экстремал — это офицер Советской Армии, Который, получая 20 копеек в месяц, Имея двух детей, общежитие и жену, С вот с такими глазами, Которая каждый раз на него смотрит и молчит, и улыбается. Должен выполнять боевые задачи, при этом, Как бы это помягче сказать, никто ему не помогает. А его всё время любят. Любят его всё время. И сверху, и снизу, и сбоку. Ну, мы не жалуемся, мы просто рассказываем. Прикольные истории в нашей жизни. Экстремал называется. На будке ни на голото пламя, Ничего не висит на носу, Но зато есть хорошая муха. Этой мухой, РПГ-20, надо помочь, Я духу в пасу. Я не прыгаю с горки на лыжи, Не пускаю оранжевый дым, Я могу сделать дело и выжить, Без еды и почти без воды. Я не прыгаю в джипе прикольном, Сквозь искусственных ям пузырей, Я на бетре по минному полю, Быстро еду с трёхсотой внутри. Я не лезу, пока не попросят, Посмотрите, какой я крутой. Я набитый взрывчаткой Ми-8, Посажу с перебитым винтом. Кто чирикает мелом, Кто по ухам жужжит. Всё военное дело, Экстремальная жизнь, Ты без вики всякой Просто должен суметь. Так как следующим знаком, Экстремальная смерть. Ваша смелость, Залитая краской, Словно жизнь на экране в кино. Их милые, красивые сказки, Пепси-кола с креплённым вином. В этой модной, раскрашенной теме Каждый кушает то, что нажил. У тебя экстремальное время, У меня экстремальная жизнь. У тебя экстремальное время, У меня экстремальная жизнь. Кто чирикает мелом, Кто по духам жужжит. Вот военное дело, Экстремальная жизнь, Ты без вики всякой Просто должен суметь. Так как следующим знаком, Экстремальная смерть. Экстремальная смерть. Мы говорили о том, Что военная песня – Это главная составляющая Боевого духа нормального, Всякого нормального мужчины. Она была ценирована Во горячих песках, В рожке автоматным патроном. Во всех наших славных, Нескучных войсках Крепила страны оборуду. Она ночевала в окопной грязи, Она блокпосты охраняла. Она и сурпай, и тушенку, и зим, Солдатам в бою заменяла. Она в подмосковных осенних лесах Немецкие танки взрывала. Она была влягой, Влагой спецназовских фляг, В афганских горячих думала. В космических талях Дыханьем земли Слава находившим живые. Ты в дальних походах Вела корабли, И вахты не слав. Штормовые – военная песня, Как сабля остра, И не другом слова. В России в невесте. Ты – наша надежда, Ты – наша сестра, Ты – совесть солдата, Военная песня. Всем трудностям скажет, А вот все равно, И на гору роту затащит. Она превращает простых пацанов В российских солдат настоящих. Она заберет через злые века В России всех воинов вместе. Она словно небо всегда высока. В России военная песня, Военная песня. Как сабля остра, И не другом слова. В России в невесте. Ты – наша надежда, Ты – наша сестра, Ты – совесть солдата, Военная песня. Ты – совесть солдата, Военная песня. Спасибо. Ну а сейчас я хочу попросить И продолжить наш праздник Выступить у человека, Которого мы знаем, любим, И у которого есть Свои замечательные песни. Константин Шневеров. Здравствуйте, дорогие друзья. Мне не довелось служить в ВДВ, Но в детстве мечтал. Ни по здоровью не прошел. Но, тем не менее, Попал служить в Афганистан, В тот самый полк, В то самое место, Где служил Игорь Морозов. Вот. Чем, в общем-то, Игорь Жович? У нас с тобою пуля в голове, Так говорят досужие про нас, А у тебя руки нет в рукаве. А у меня в душе дыра с окном, Который, видно, демона оскал, И нам с тобою, брат, не все равно. Никто из нас об этом не мечтал, А у тебя в душе дыра с окном. Но ведь жизнь распорядилась так, Чтобы было нам это испытать. И ты готов один идти на танк, И за смертью будешь воевой. И ты готов один идти на танк, И ты до смертью будешь воевать. У нас с тобою пуля в голове. У нас с тобою пуля в голове. Кто-то знает. Все поняли о чем речь, да? На самую ручку. Извините. Следующая песня была совсем новая. Та была первая песня, которую я писала, это совсем новая. Хочется пить воду из воды, Зачем шум в прохладу из реки, Что в Москве с небом далеку ходит. Да синий лист поля, но синий линия. Только пьем из расколёстых грязей, Красноватый и зверобойный чай. Далеко в порядке те обрани, Где любовь я встретил не вначале. И любовь я встретил не вначале. Хочется враги в строя под пояс, Увлётки в зону, а не ищи закат. Но врана ты от темнули пояс, По свинцам на шее автомат. Чёрт-рыжий год вокруг вершины, Эдакий мистический перейзаж, Мальчишка, а теперь мужчина, Полюбился злой войны, кураг. Полюбился злой войны, кураг. Полюбился, но я воскли, Как дело домой не привезти. Помогите мне, поля родные, Душу рваную цветами заплести. Душу рваную цветами заплести. Душу рваную цветами заплести. Аплодисменты Защитник Отечества Это составляющая многих слагаемых И самое главное, я считаю, это Великая Отечественная война 22 июня 1941 года 25 государств под командованием по немецко-фашистской Германии Напали на Советский Союз Они даже не переходили на режим военного времени У них все и так хорошо было 400 миллионов человек проживало на территории этих стран На территории Советского Союза Жил 180 миллионов Мы должны были проиграть, конечно Но мы победили В Москве жил 4 миллионов человек 800 тысяч ушло в ополчении Каждый пятый москвич, я москвичка Я этими цифрами очень легко боролся Когда тебя назовут Ты москвич, что ли? Кстати Ну да, я москвич Московское ополчение 1941 года Под листопадом перешепот паневый Под осенью волшебной торжества Уходит на войну Москва Цвета юной Уходит по Стернаково Москва И репиные дубки гелеростие Торжественный и неумилый строй И затихают улицы московские Наполнив ожиданием воздух свой Уходят и строги, и опоясаны Веселые, смешные чудаки И затихают тополи, и ясени И двери, и трамвайные звонки Уходят неуемые и скромные Все, получивши звание солдат И сказано Вставай страна огромная Сановая, причистенка, арбат Уходят не за званием, не за славою А потому, что стало нелегко Уходит Агранович, Сагут, Жабаю Ваншенкин, Долматовский, Михалков Ведь те, кто были прежде, перебили Сил не хватило веры и люма Ведь против них сегодня Гёте, Шиллером И Лагнер, и Бетховен, и Рима Идут волоколамками, таганками И Мольсанскри и римские права И будут их давить подрядь Мы танками И в код на таках шмайселами рвать И бьет злая земля От взрывов мятая Принят в обществе их пути Идут, но все же, в мае сорок пятого К Берлину в оборчине пойти И, 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 и Ну и история про танкистов. Танкисты наши, это замечательные, это отдельный разговор. Это люди, которые на английских танках мотив, а которые был не танк, в общем-то. Это была бавлевая машина поддержки Техоты. У него была 57-миллиметровая пушка, противопульная броня и гусеницы, которые не могли передвигаться в зимних условиях. Потому что у них там не цеплялись ни за чего. Они все равно шли в атаку, побеждали. И вот такая история, когда немецкий танкист у Пантери вызвал нашего Д-34. В дуэльной ситуации Д-34-76 в лоб Пантеру не пробивал. Он пробивал Пантеру в борт в состоянии 400 метров. Надо было подъехать на 400 метров в борт Пантери. Понимаете, да, у Пантери 5 человек экипажа Д-34-76-4. Вот, и... Ну, неважно. А нас позвали поиграться. Стрельбе из танков по мишеням. Значит, наш капитан сел за рычаги в танке, а немецкий сел на место наводчика. Ну и поехали. Немец говорит, давай, один на один, я тебя никто бить больше не будет. Вот ты один и я один. Давай, кто кого. А нас позвали поиграться. С резьбе из танков по мишеням. А я пошел. Простите, братцы, мне надо надавать по шее. Видно, мы с тобой то сумели, чего на свете не бывает. Тридцать четверка в самом деле, пантера в лоб не пробивает. А он ведь гад, имел же право кричать мне голосом победным. Но на войне рыбой шалая. Быть слишком точным тоже вредно. Он ударение по насталю, болванкой бьющей на скаку. И нам с тобою жить оставил всего одиннадцать секунд. Мы занялись любимым делом. Встав утром с правильной ноги, я выбрал место за прицелом. А он за... а я залез за ночи дни. Кто выживет, тот будет правым. Свобода просто хохочит. И началась у нас забава. Он лупит в лоб, а мы молчим. А надо мной, смеясь, летает. В танкистском шлеме святый дух. А мне стрелок-радист считает. Вплоть до одиннадцати вслух. А я забыл, что нужно выжить. Давлю руками рычаги. А я все ближе, блин, все ближе. Давай, Господь, мне помоги. И вот не выдержали гады. Сыграла фрицева очко. И втыл к себе полезный садом. Не подставляться, что бочком. И хоть не пьяный не хватило. Фашисты за рулем. Ни-ни. Какой он в яму угодит. И встали на дыбы они. А мы ведь ехали молчать. Чтоб пыл не тратить боевой. И лбами о прицел стучали. Забитым бронебойным стерол. И мой рябой колен на мочек. Нам матом всхлипнул о любви. И через полсекунды точно. На спуск ногою надавил. И заиграл на радость глазу. Пиротехнический эффект. Поскольку в той пантере Сразу сработал весь боекомплект. И меня строгачком Брих Денисов Влупил за эти чудеса. Но вот так родной. Ближайший список. Наш славный экипаж вписал. Ну вот и все. Простите, братцы. Что слишком долго был рассказ. Но я надеюсь, без оваций. Он интересен был для вас. Ладони стер красивый выстрел. Такой вот необычный бой. Давай, братишка, сатанкиста. Что круче техники любой. Что круче техники любой. Я извиняюсь за информальную версию, которая у вас в песне была. Но все это не будет. Когда начинаете на стороне. Вы знаете, да? Эта история классическая. Когда закончилась Денисовская война, начали считать. Почему эти проиграли, эти победили. У немцев 6 букв, сломер, у англичан 4. То есть пока он передает боевые сигналы управления, то тут уже мучено. Наши тоже посчитали. Оказалось, что у нас 5 букв. Начали волноваться. Потом люди сказали, кто воевал. Ребята, вы чем? Когда начинается стрельба, все переходят на мат. Мат обсловывал управление общевыскового боя. Поэтому нам бояться нечем, там три буквы. Все понятно. Ее и все. Ну и вот тема Великой Отечественной войны. Я хочу потрясающе, ну много рассказывать о чудесной японской технике. Я сам езжу на японской машине Сеерой, которую называют А3-4, потому что она при отсутствии технического обслуживания продолжает выполнять свои функциональные обязанности. Вот. Если, как это, знаете, да, если в отечественной машине вытекло масло, значит, оно там кончилось. А нет, если там не капает масло, значит, оно там кончилось. В летом 2002 года, значит, где-то под Псковым вытащили из болота танк А3-4, который провалился, когда шел на фронт в 1942 году и пролежал 6 лет на Баку. Вот. Его вытащили, выгребли, сейчас он там ездит, вы можете приехать, на нем написано снайпер, туда двигатель новый поставили. Вот. Правда, специалисты матерят их за то, что там пружины, это же все старое, в 1942 году выпуск. Вот. Там вместо пяти, там пять катков и только на двух есть резина, а на всех остальных резинах нет. Вообще танк сделан из героизма. Там цветных металлов отсутствует, стекла отсутствуют, только героизм изготовителя. Вот. И вот этот танк проезжал 60 лет в болоте, его вытащили, выгребли, ил, заменили двигатель. И мне посчастливилось с ним посидеть после того, как его вытащили, и вот ил выгребли. Я залез внутрь, потрясающее совершенно ощущение. Самое потрясающее было запах солярки. Я директору музея говорю, его фучей заправились в книге. Это вот та солярка 42-го года. У меня бурашки вот такие вот побежали. Вот такая песня появилась. Так, дети есть? Йор, не будут, да? Не будут. Песня танка, который 60 лет проезжал в болоте, выгребли, и он теперь живет. И мне показалось, что душа моего деда, убитого в Беларуси 29-го июня, пролетела где-то немало. Меня мы цепили за оба хрюка, расклеила в виде тресина, и я увидал над собой облака и ветер, летящий в осинах. И я увидал над собой облака и ветер, летящий в осинах. И время мое побежало опять, как будто вчера заводили, и снова услышал я, мать или мать, и понял, что мы победили. И понял, а жить мне еще предстоит, пускай не герой победитель, пробитые немцами, братья мои, простите меня, и поймите меня, простите, не смог показать мастерство красивой военной работы и все из бригады. Но лишь одного меня сохранило болото, не сжег меня пушки немецкий расчет, и тигр меня не искалечил, меня не расплавил товарищ Хрущев в огромной мартеновской печь. Призон здесь, конечно, отыщется свой сегодняшним людям подарки. Вы можете запах глотнуть боевой моей краснозвездной солярки, залезьте, не бойтесь испачкать штаны в крови и солярочной брели. Почувствуйте кожей дыхание войны, на чем мои деды горели. Я брошенный в землю военный посев, я памятник, сгинувший в роте, и милая техника мчит по шоссе. Поскольку я был в том болоте, я с пушкой торчащий вела из косовок, для вас непонятен и страшен, соляркой упахнущей правдой кусок истории Родины нашей. Что я уцелел, экипаж виноват на наша родная природа. Я танк, я убитый советский солдат второго военного года. Я танк, я убитый воскресший солдат второго военного года. Я дед твой убитый воскресший солдат второго военного года. У меня еще три песни осталось в предсмертных. Ну и, конечно, я в алгоге не был, извините. Я написал рапорт, начальник отдела вызвал меня, умный человек, посмотрел на меня, говорит, Миша, будь я как тот, когда вам понадобишься, мы тебя сразу позовем, иди работай, иди спошел. Вот, ну вот, повезло мне очень. Официар со мной сложил людей на этих постоянных, фамилия Кукушкин была, он водил караваны по трассе Харатон, Салан Кабу, вот, и вот я ему эту песню спел, он послушал, сказал, нормально. Он говорит, сначала мы ездили как положено, 30 км в час, интервал между машинами, а потом все нормально стало. Вот, и он пил спирт, курил беломор, потом подсел на этот самый, дербалайф, подсел, нет, подсел на дербалайф, перестал пить спирт и курить беломор, похорошо, порозовел, по нему уволился. На этих постоянный спрос будет выше головы. Он был хорош в горах Афгана и в джунглях каменных Москвы. Вы извините, я не Пушкин, скажу, ребята, как могу. Перед такими, как Кукушкин, любая родина в долгу. Вот, фамилия была Кукушкин. Ну, и песня называется «Колона». Потрясающее действие, да, с одной стороны стена, стена, с другой стороны обрейф, здесь сидят ребята с пулеметами, а здесь идет, как на стиле, идет наша колонна, где отличники боевой и политической подготовки везут необходимые для жизни вещи. Патрон на подъеме, на царь наревет, как будто на воздух разрежен из лица, колонна идет, колонна идет, усталые траки, колеса и лица, колонна идет, мимо горных вершин, лугов и полей, в разноцветных заплатах и мимо стилетов, скоревших машин, что были колоннами. Кто же когда-то? Пусть кузовит только пшеная мука, и как на картинке раскрашены горы, но на автомате застыла рука, и мир сфокусирован в сектор обзора, камаз-работяга бежит тяжело, но словно затвор передернутые нервы, на этой дороге, уж так повелось, стрелять нам придется. Второй мы не первым, здесь на чаше одной, сахар, соль, мука и бензин, и патроны, и хлеб. А на чаше второй, что же делать, пока наши души на броне живет? И вспышка на склоне, удар и звон, стекла лобового, передние кабины. Сквозь грохот стрельбы лечит, оставленный ствол стон, и ствол автомата заходится длинно, и дым начидит, разгораясь камаз, солянка и кровь на горячем бетоне, ищурится взнос сквозь прицел правый глаз, и крошатся камни от взрывов на склоне, что с нами, кто ранен, кто жив, кто убит. Все это не выше другого предела, колонна стоит, да, колонна стоит, и пули хватает большим своим телом, здесь на чаше одной, сахар, соль, мука, и бензин, и патроны, и хлеб. А на чаше второй, что же делать, пока наши души на броне живет? И взрывов все туже сжимался бы круг, а там за баранкой такие ребята. Горящий камаз покачнулся, и вдруг к обрыву пополз на дымящихся скатах, и перевалив через круглый карниз, он как человек из последней силы застыл на секунду и линулся вниз. Колонне исход, а на риф из манилы, и в мире во всем больше не было зла. Нас остановить, нас оставить обратно, колонна пошла, да, колонна пошла. Второй, шестой и восьмой несет, и здесь на чаше одной, сахар, соль, мука, и бензин, и патроны, и хлеб. А на чаше второй, что же делать, пока наши души на броне живет? Мотор на подъеме, отца на ревет, как будто на воздух разрежен из лица. Колонна идет, колонна идет, усталые драки, колеса и лица. Колонна идет мимо горных вершин, луков и полей в разноцветных заплатах, и мимо скелетов, сгоревших машин, что были колоннами, тоже так надо. Колонна идет, колонна идет, колонна идет. Ну, дорогие друзья, предпоследняя песня, и дело в том, что времени у нас выкачено немного, к сожалению, вот, сейчас, извините, просто, сейчас устроена человеческая память, что вот всякую ерунду, помнишь, а нормальные, вот, что-то, то, что хочется, когда много написано очень. Песня, которая делается холодной осенней ночью, когда автор песни возвращался домой, к себе, сейчас там, и увидел, под ногами что-то блестит. Я поднял это, это была звездочка с пилотки, красная звездочка с пилотки. Как она туда попала, черт его знаю. Был 97-й год, самый разгул демократии, никаких звездочек там не должно было быть. Но мне как-то стало от этого легко, и вот появилась такая песня, которая называется «Днем Советской Армии и военно-морского флота». «Днем Советской Армии и военно-морского флота» Кто первый встал, того и будут тапки. Вот жизнеобаятельная суть, Лишь маленькая звездочка на шапке Мне лучиком указывает путь. Вот радости источники иссякли, И лезет в репу всяческая муть. Но шепчет ухо звездочка на шапке, Давай, браток, прорвемся как-нибудь Осколочек времен тоталитарных, Где жизнь была надеива хороша. Из бытия частиц элементарных, Из коих моя собрана душа, Не верящая в быстрый крест на пузе, И в то, что нет вчерашней, только тьма, Родившаяся все-таки в союзе Любви, веры, чести и ума. Над нами жизнь свествует, как водится, Кого-то полу, а кого-то в лод. Но я уверен, все же распогодится Те, кто сберег ее лучей тепло. Я никого, друзья, не укоряю, Как уроженец этих самых мест. Я просто тем друзьям не доверяю, Кто быстро поменял ее на крест. Хранится в ней на зло стороне новым, Что Родиной считалось для меня. Таджикистан, Армения, Молдова, И Крым, и Украина, и Чечня. Мы не страдали тягой к коммунизму, С уму не избегали и тюрьму. Под ней мы свои прожили жизни, И, в общем-то, ребята по уму. Под нею совершали мы победы, И вражеские били миражи. Под ней моего прервалась стена, Коротенькая воинская жизнь. Над нами жизнь свиневствует, как водится. Кого-то в лобу, а кого-то в лоб. Но я уверен, все же распогодится Те, кто сберег ее лучей тепло. Те, кто сберег лури лучей тепло. Кто первым стал, того не будут тапки. Вот в жизни обаятельная суть. Но тихо шепчет звездочка на шапке, Давай, браток, прорвемся как-нибудь. Конечно, в жизни все решают папки, Но знаем мы конкретно, что почем. Лишь маленькая звездочка на шапке Мира освещает тоненьким лучом. Мне маленькая звездочка на шапке Мир освещает тоненьким лучом. Вот я заканчиваю первое деление. Дорогие друзья, еще раз хочу поблагодарить всех За то, что пришли. Значит, вот мы говорили про то, Что вы нам можете оказать безмерную помощь В создании наших будущих альбомов Сыгна Николаевича, Которые сейчас можно будет в чехло от его гитары. Ну, а сейчас песни, которые я конкретно посвящаю Товарищу Морозову. Товарищу Морозову. Есть у каждого человека свое маленькое уродство, дорогие друзья. Сиди, сиди. Не надо, что ты. Тверых. Вот. А? Я сперзаю, и все получится. Понял. Хорошо. Будет, значит, Оля будет чехлом. Оля, извини, пожалуйста. Вот. Давайте, друзья, у каждого человека Есть свое моральное такое искривление. Вот наше с ним искривление состоит в том, Что нам Господь дал это наказание Писать стихи и постоянно пытаться Совместить тему смыслом. Над безбрежной судьбой Уникальным пожаром Где Ака Соломьем Свои песни поет Две граничных черты Автомат и гитара Огоняет Россия Твое бытие Семь и шесть Пять и пять Два калибра у Вены По которых бежит Злая, алая кровь Где тут мирная жизнь? Где здесь жизнь военных? Это наша судьба И вражда, и любовь Я проверю колки Я поправлю разгрузку Я негромко вздохну Ну, ребята, пора Этой жизни витки Намотаю по Русти В катакомбах Москвы И в Чеченских горах Для твоих мужиков Это лучший подарок Музыкальная жизнь И военная смерть Два предмета простых Автомат и гитара Зарядить и настроить И выжить, и выжить, и спеть Автомат и гитар А каймля Границы Так красиво лежат Так красиво лежат Автомат и гитара Спасибо Ну вот, собственно говоря Первое деление нашего праздника Мы закончили Вот сейчас небольшой перерыв Давайте сделаем Не развлекайся Буквально 3 минуты Я очень быстро Сейчас Говори, друзья Женщины Это наше все Буквально 3 минуты Буквально 3 минуты Редактор субтитров